В Беларуси начали строить лагеря для размещения вагнеровцев, СМИ. В Могилевской области Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников ПВК, Вагнера, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на «Верстку». Журналисты подтвердили строительство лагеря на 8 тысяч бойцов в Осиповичах Могилевской области. Населенный пункт находится в 200 километрах от границы с Украиной. По словам собеседника издания в лесничестве области, лагерей будет несколько, мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача, построить, РЭД, сказал собеседник, добавив, что площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 8 тысяч коек, источник издания, близкий к руководству Могилевской области подтвердил, что властям дали указание построить лагерь для ЧВК в регионе, информацию о том, что наемников отправят в Беларусь, подтверждают и родственники участников ЧВК. Так, одна из родственниц ссылаясь на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове подразделения группы направят в Беларусь. Еще одна собеседница рассказала, что ее муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил, что скорее всего, отправится в Беларусь, но больше не выходил на связь, также трое участников чатов родственников сообщили, что получали похожие сообщения от близких, но не знают точно, направляются ли подразделения в сторону Беларуси. Один из собеседников сообщил, что его родственник к этому часу находится, под Ростовом, переворот в России на выходных владелец ЧВК, Вагнера, Евгений Пригожин заявил, что российские войска ударили по тылу наемников, и начал поход на Москву, вояки пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны «Вагнера» не дошли до Москвы около 200 километров. Вечером 24 июня Пригожин решил прекратить бунт после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко, после этого в Кремле заявили, что Пригожин уедет в Беларусь. Туда же должна была последовать и часть наемников. При этом в Украине нет информации о том, что вагнеровцы переходят в Беларусь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.